Наталья Буланова Выбор дракона Пролог Лиловая гладь озера раступалась перед горной грядой. Тёплый пар поднимался ввысь над водой, растворяясь в весеннем воздухе, и лишь редкие насекомые нарушали тишину своим жужжанием. «Ненавижу», — тихо говорила девушка, сидя на склоне. Длинные белокурые волосы спускались в воду, переплетаясь между собой. Лёгкий ветерок растрепал чёлку, а голубые глаза были полны непролитых слёз. Не в силах терпеть, она вскочила на ноги, стянула себя платье и нырнула в воду с головой. Круги разошлись по воде, а обташки вокруг замерли в ожидании. Сама природа застыла, боясь за нежную душу девушки. Но она не собиралась погибать, так глупо. Голова показалась из воды уже на середине озера, и быстрые грибки стали раздирать поверхность. Невысказанные слова, спрятанные чувства, всё рвалось наружу, находя выход здесь. Высвободив свою горечь, девушка вышла на берег и натянула платье на голое тело. Сумев обрести спокойствие, о гармонии она не могла и мечтать. Нужно было возвращаться, улыбаться гостям, ведь этот праздник был в её честь. Неделю назад она впервые встала на крыло. Одно из главных событий в жизни любого дракона. Его отмечали особо. Традиционный бал, банкет на сотню гостей и неизменный выбор. Судя по положению солнца, последний должен был быть в самом разгаре. Интересно, как они проведут его без неё? Оливия вскинула голову вверх, устремляя взгляд в бесконечность. Сейчас ей хотелось обернуться, расправить крылья и оттолкнуться от этой порочной земли к кристально чистым небесам. Они не предатут, не обманут, не разобьют на сотню осколков сердце. Но ей нужно было возвращаться. К нему протянуть до конца вечера, не дать ни намёка, что видела его с другой. Ярким пламенем перед глазами девушки встала картина сплетающихся тел, двигающихся в вагонии экстаза. К её горлу подступила тошнота, тело сковало боль, а душу прожгло насквозь. По капле она собирала силы, по кусочкам склеивала себя вновь. Она не винила Маркеля за измену, только себя. За то, что медлила, не решалась, сомневалась. Зато всей душой ненавидела ту брюнетку рядом с ним. Не зная её имени, она готова была спалить её дотла своим огнём. Зачем? Ну зачем Маркель сам хотел, чтобы их отношения стали официальными? Для того, чтобы найти другую? Или Оливия казалась безликой по сравнению с той шикарной брюнеткой? Девушка топнула ногой в своё отражение в озере, искажая идеально правильные черты лица. Сейчас себя она чувствовала не снежной драконицей, старшей дочерью лорда снежных земель, а обычной кухаркой, которую обманул очередной господин. А ведь Маркель был так нежен, так смотрел в её глаза. Подозревать неладное Оливия начала только сегодня. Скованные движения, бегающие глаза, резкие повороты головы — всё в образе жениха было непривычно. Его обычная, расслабленная манера поведения исчезла. Привычный образ души компании заменила ледяная статуя. Её огненный дракон превратился в глыбу льда, а она не могла найти этому объяснение. Ответ девушка получила спустя пару часов. Танцы были в самом разгаре, и, пойдя на поиски пропавшего куда-то жениха, она зашла в его покое. Прямо на полу, сминая ковёр, расположились они. Они напоминали взбесившихся зверей. Их животная страсть пропитала всё вокруг, заставляя щёки девушки олеть. Она так и не выдала себя. Развернувшись, она побежала в единственное место, где чувствовала себя самой собой. лиловое озеро. Её островок покоя в мире бушующих чувств. Сюда она не впервые приходила с чёрным сердцем, а выходила чистой душой. Здесь она заново находила себя. Выбор. Сейчас её, у всех на глазах, Маркель должен был назвать своей избранницей. И Оливия готовилась. Надела небесно-голубое платье в цветах своего рода, заплела две маленькие косички и вплела одну красную розу, знак почтения и расположения к своему жениху. Роза давно плавала в озере, иначе бы девушка порвала лепестки в клочья. Он выбрал брюнетку или ищет её? Отложить время выбора было практически невозможно. А вдруг? Лучше взглянуть правде в глаза и пойти в замок. Выбрал ли он другую? Выберет ли её при ней? Или девушке придётся отказывать ему при всех гостях? Пусть все эти вопросы растворятся в пыль. Маркель уже поднял «Прошлое». Глубины озера сделали своё дело, вернули душевное равновесие. Теперь она могла встретить всё грядущее смело, не прячась и не заставляя себя искать. Это только её праздник, и он бывает только раз в жизни. А женихов у девушки может быть сколько угодно. Глава первая. Зеркало. Зеркальный потолок отражал лица сотен гостей. Все они замерли в ожидании и с интересом смотрели в центр зала. Туда, где в окружении двух десятков молодых драконов горело синее пламя снежного дома. Всё было готово к выбору. Сквозь лазурные языки участники ритуала изучали друг друга. Все они сегодня имели шанс обрести свою половинку. Вокруг них ещё не стих возбуждённый гул гостей, оживлённо обсуждающих минувшую первую часть танцев. Радостное предвкушение чувствовалось на языке, переливалось во рту и опускалось лёгким нетерпением на сердца стоявших в круге. Уставало лишь одно место. Половина из присутствующих мужчин подала заявки на выбор именно из-за этой девушки. И теперь они не знали, что делать, высматривая в толпе гостей знакомое лицо. У выхода стало шумно, удивлённые охи, шокированные ахи и радостные восклицания. Лица мужчин в кругу осветило облегчение, а глаза азартно блеснули в приглушённом свете зала. И лишь у одного дракона в кругу в глазах царила тьма. Тьма чувств, таких, что не разобрать, не разложить по полочкам и не разделить на составляющие. Бешеный коктейль из любви и ненависти, надежды и безысходности, радости и отчаяния. Казалось, что его разорвёт пополам, расколет надвое или рассыплет в прах. Он молил небеса, послать ему смерть, ведь она ему была предпочтительней выбора между двумя девушками. Тёмная страстная ночь и светлый радостный день. Экстаз и домашний уют. Брюнетка и блондинка. Теперь они обе в кругу. Оливия встала на отведённое ей место, смотря прямо перед собой. Бирюзовые отблески пламени плясали на её лице. С кончиков светлых волос на пол падали лиловые капли, наливаясь в свете синего огня цветом индига. Озеро дарило девушке поддержку и тут. Волна перешёптываний прокатилась по залу, и лишь два десятка драконов хранили гробовое молчание. Мужчина, чувства которого разрывали его надвое, замер в изумлении. Такой Маркель видел Оливию впервые. Его ласточка, его нежность. Сейчас она была холодной незнакомкой, прекрасной принцессой, с мокрыми волосами, с небрежно застёгнутым вечерним платьем. Она внесла смуту в распланированный порядок вечера. Он уже было собрался выбрать Бриджит. Он уже шепнул об этом снежному пламени. Он же был так в этом уверен после страстного свидания с девушкой у камина. Сомнение охватило его душу. Он допустил ошибку. Один за одним оставшиеся драконы шептали снежному пламени о своём выборе. Одна лишь Оливия молчала. Она ни разу не посмотрела на него. Снежное пламя устремилось ввысь, к зеркальному потолку и расползлось по всей поверхности. Мириады кобальтовых искр усыпались вниз, замирая над головой гостей, вызывая восхищённые вздохи публики. Дамы стремились поймать хоть одну светящуюся песчинку, но они ловко утекали сквозь пальцы. Васильковыми брызгами пламя окатило Маркеля, застилая взор. Он сотни раз видел это со стороны и всегда считал этот момент одним из самых счастливых в жизни дракона. Но сейчас он готов был выйти от смятения. Чувствуя себя загнанным зверем, он еле сдержал оборот и открыл глаза. К нему навстречу бежала счастливая Бриджит. Ещё одна пара бросилась в объятия друг друга, соединённые снежным пламенем. Одинаковые серебристо-синие узоры мелькнули на их руке. Марк отрешённо посмотрел на свою руку и следом на ту, которую сейчас хотел видеть парой больше всего, Оливию, и застал её, быстро отворачивающейся в сторону. Сейчас она смотрела на наставника, стоявшего в круге избранных, и в её глазах стояло удивление. Её неверящий взгляд прожёг спину Бриджит и снова вернулся к безмятежному лицу наставника. Маркель ничего не понимал. Оливия, между тем, пыталась справиться с эмоциями. Вся гамма чувств навалилась на неё, срывая было приобретённое спокойствие, как плащ с плеча. Он выбрал другую, обливалось слезами её сердца. Он не выбрал меня, радовался разум, говоря, что выйти из подобной ситуации с достоинством тогда было бы трудно. Девушка теперь не могла позволить ответить Маркелю взаимностью. Снежному пламени она так ничего и не шепнула. Но больше всех чувства взбаламутил взгляд наставника. Всегда невозмутимый, ледяной, как все снега снежного края, и непоколебимый, как горные гряда, сейчас он казался живым. Сейчас, когда смотрел, как раненый зверь на Бриджит, сейчас, когда в его глазах впервые стояла боль, она находила отклик с болью в душе девушки. Сколько раз Оливия видела его в бою, сколько раз он закрывал ей спину и получал предназначенный ей нож, и никогда в его глазах не было ни намёка на эмоции. Боль вспыхнула зелёным пламенем и потухла, оставляя после себя угольки тёмно-зелёных глаз. Оливия на миг подумала, что ей показалось, но нет. Она верила своим глазам. Её команда назвала бы её безумной, расскажи она им о своём наблюдении. Её бы закрыли в южной башне и не выпускали, пока не удостоверились в трезвом сознании девушки. Сумасшедшим нет места в строю. Всегда знающий, что делать, управляющий железной рукой молодыми драконами, он, казалось, давно забыл любые эмоции, кроме спокойствия. Орёл власти вокруг него притягивал, как магнит. Его фигура кардинально отличалась от телосложений всех других молодых драконов. У юноши не бывает такой стати, такого разворота плеч. С возрастом тела растут, и со стороны всегда можно сказать на глаз, сколько дракону лет. Как Оливия раньше не заметила наставника среди избранных? Наверное, была слишком поглощена внутренним тайфуном разочарования. Ей хотелось успокаивающе погладить его по плечу в жести молчаливой поддержки. Ведь такие, как он, не принимают слов жалости. Она и сама хотела, чтобы кто-то такой же сильный, как наставник, подставил ей своё мужское плечо. Слёзы блеснули алмазами в глазах девушки. О выборе Маркеля она старалась не думать, сосредоточившись на мужчине напротив. Девушка не собиралась терять лицо. Она не видела наставника несколько лет. Отправленная по обмену в огненные земли, она впервые встретилась с мужчиной, научившим её всему. Он, как никто, знал все её слабые и сильные стороны, учил её превозмогать саму себя и идти вперёд во что бы то ни стало. То, что она стоит сейчас здесь, а до сих пор не плачет у Лилового озера, именно его заслуга. Наставник как будто почувствовал чувства девушки и подмигнул ей, глядя прямо в глаза. «Рокаэль!» Удивлённо прошептали губы девушки, и снежное пламя ответило ей снопом искр. «Нет!» Зрение возвращалось к девушке постепенно, внутренняя дрожь передалась в руки, а ропот в зале всё не затихал. Ещё смазанным взором Оливия скользнула по шокированным лицам избранных в кругу. С драконов вмиг слетело их тщеславие. Радость молодых мужчин, что девушка не сделала свой выбор, растворилась, как радуга среди мрачных туч. Маркеля с брюнеткой она смогла проигнорировать даже в таком состоянии. Наставник бы ей гордился. Кстати, о нём ракаэль не сводил с неё глаз. Над его головой ещё кружились синие искры, постепенно растворяясь в пространстве, а рисунок на руке отливал серебром при свете пламени. «Безмятежно спокоен», сказали бы со стороны, но Оливия знала, он натянут, как стрела, готовая пронзить цель. Девушка не хотела верить в происходящее. Снежное пламя не могло так подставить своё дитя, скосив глаза на свою руку, Оливия поняла, ещё как могло, но ракаэль не мог выбрать её, да и она шепнула его имя просто от удивления. В замешательстве были все. Шёпот волной пронёсся по залу, и толпа раступилась перед хозяевами сегодняшнего вечера, отцом и матерью Оливии. По традиции, они должны были поздравить соединённые пары. Сандар, отец девушки, произнёс напыщенную речь. Его голос ни разу не трогнул, но глаза были встревожены. Он с женой был уверен, если кто сегодня и станет избранником дочери, то это Маркель. И Сандар ничего не имел против огненного дракона, укрепление связей на юге ему бы не помешало, «Но Рокаэль это уже не маленький дракончик, которым можно мягко управлять, это настоящий зверь, не знающий пощады, и Оливия, папин маленький горный цветок». Сандар был растерян. Нет, он уважал и восхищался Рокаэлем, но никогда не помышлял о нем в качестве зятя. Снежное пламя. Он не знал, что и думать. Но выбор есть выбор. Печати ритуала уже проступили, и вряд ли молодые продержатся год, чтобы они исчезли. Это не в драконьей крови. Так что надо привыкать к новому члену семьи. С такими мыслями он нежно обхватил рукой свою Лизабет и повел к дочери для того, чтобы лично поздравить ее с выбором. «Он ее съест!» В панике шепнула ему жена. Сжимая маленькие кулачки, она переживала за дочь. «Ну, я же тебя не съел!» усмехнулся ей в ответ Сандар. А в Маркелле грозовыми тучами сгущалось раздражение. Бриджит висела на его руке, улыбаясь друзьям и знакомым, а он не мог загасить в себе желание сбросить ее с себя, смахнуть, как приставучую муху. Он больше не видел в ней прекрасную экзотическую бабочку, усладу для глаз и тела. Не радовало ни ее восторженное щебетание, ни милой ужимки. Горький вкус ревности поселился в арту у мужчины с того самого момента, как его официальная невеста, его Оливия, была связана пламенем с другим мужчиной. Как она могла? Нет, он не думал о том, что сам выбрал другую, не думал о последних страстных ночах в объятиях прекрасной брюнетки. Маркели не тревожили такие пустяки. Вместо того, чтобы убиваться от горя, девушка танцевала с другим, и мало того, что танцевала, на их руках велись узоры печати. Это заставляло собственническое чувство мужчины метаться внутри от бешенства. Ему Оливия не позволяла зайти дальше поцелуев, а этому мужчине позволит? Да если бы не запреты девушки у него бы не унесло крышу от Бриджит. Он же не девственник и не святой, чтобы выстоять перед страстным напором брюнетки. Маркель не замечал ни скованности движений, ни напряженной спины Оливии. Рисунок танца казался ему слишком интимным, слишком личным, хотя на самом деле он ничуть не отличался от всех других. Стандартный танец избранных, сделавших свой выбор. Пытаясь подслушать разговор этой парочки, мужчина увлёк в танце Бриджит, но громкая музыка и гол голосов не позволяли подслушать и слово. Ярость застилала глаза молодого дракона. Брюнетка в его руках беззаботно наслаждалась вечером и с удовольствием рассматривала свою руку на плече мужчины. Довольная улыбка озаряла её лицо, а глаза счастливо сверкали. Бриджит смогла это сделать. Приехавшая по обмену всего неделю назад, она быстро освоилась в снежных землях. Бедный Маркель, ему не оставалось ни одного шанса перед напором девушки. За плечами Бриджит был большой опыт и страстная ненасытная натура, что ещё нужно мужчине. За неделю она так окрутила молодого дракона, что он позабыл о своей невесте. А как ловко она подстроила всё, чтобы эта белобрысая увидела их вместе. Всё складывалось как нельзя лучше. Угроза поменяться местами с девушкой из пустынных земель подействовала на Маркеля, а горячие ночи подтолкнули к правильному выбору. Теперь он от неё не убежит. Когда ей ещё удастся окрутить огненного лорда. Рокаэль её поймёт. Хоть он и встал в круг избранных, а значит заявил о своей готовности к браку, он не мог похвастаться ни благородным происхождением, ни обширными владениями. Её роман с Рокаэлем начался ещё год назад, когда он приезжал в подземное царство с визитом. Она была покорена этим мужчиной и влюблена по самые уши. Добиваясь его благосклонности, она обила все пороги тренировочных залов и всё-таки взяла своё. Но розовая пелена быстро спала с её глаз, когда она поняла, управлять им практически невозможно. Властный диктатор, тиран. Это в корне не устраивало девушку. Если бы он был лордом, ему можно было простить столь существенный недостаток, то нынешнее положение вещей Бриджит терпеть не собиралась. Да, он имеет вес в своих кругах, но что толку, если он отказывается от всех земель, предложенных королём? Она кружилась по залу со своим молодым лордом и ликовала, хваля себя за сообразительность. Это был её звёздный вечер. Боль, словно стая ночных химер, терзала тело Рокаэля. Безумец, прежде он не знал это чувство. Ни одно остриё не ранило его сильнее, чем Бриджит. Легко, словно асурская сталь, она разрезала пополам его сердце своим предательством и виртуозно выгравировала инициалы своим счастливым видом. Сначала он хотел одного убить, разорвать голыми руками этого молокососа. Лёгкая дрожь нетерпения прокатилась по всему телу, мгновенно напрягая мышцы. Ещё один взгляд на эту парочку, и он не сдержится, рассит кровью священное пламя и уничтожит любовников. Вот куда она пропадала эту неделю. Чтобы не сорваться, он стал смотреть прямо, надеясь, что языки снежного пламени помогут ему обрести разум, но не огонь помог ему совладать с собой. Подражащие губы воспитанницы. Они привлекли его внимание и немного привели в чувства. Ракеэль с детства учил Оливию боевому искусству, и каждый шаг становления личности девушки прошёл под его чутким контролем. Излишне чуткая и отзывчивая, она поначалу с трудом переносила вид крови, а по окончанию учёбы он мог смело похвалить себя как наставника за достижение. Он сумел заковать в броню доброе сердце девушки, превратив её в прекрасного воина. И он прекрасно знал, что сейчас она на грани. На таком тонком лезвии она не балансировала даже тогда, когда их команду на голубом плато застали врасплох горгульи. Тогда они лишились половины команды, а вторая была истерзана и напоминала больше решето, нежели воинов. Ответ тут может быть один. чувства. Понаблюдав за девушкой сквозь кобальтовые искры пламени, он уверился в своём предположении. А что ещё хуже, понял, сегодня у них одна причина на двоих — молокосос и бриджет. Имя возлюбленной копьём прошибло его грудь, и он постарался вернуться мыслями к Оливии. Только так он обретёт контроль и останется спокойным. Разглядывая фигуру девушки в голубом платье, мужчина не мог не отметить, что за прошедшие годы она неуловимо изменилась. Всё тот же плоский живот, всё та же ровная осанка. Но весь силуэт девушки приобрёл плавные изгибы, мягкие окружности, которых раньше не было. Истинно женское очарование сквозило в каждом её жести, в каждом взгляде. Рокаэль с удивлением обнаружил перед собой молодую женщину, а не девочку, за которую ему оторвут голову, если хоть один волосок упадёт с её головы. И сейчас в её глазах стояли слёзы. Сверкающие капли сделали то, чего мужчина не мог добиться в течение десяти минут, вернули ему хладнокровие. Вновь почувствовав свою власть над чувствами, он свернул в клубок всё, связанное с изменщицей, и зашвырнул в самый дальний уголок сознания. Там ей и место. Решил он про себя и ободряюще подмигнул к девушке. Но он никак не ожидал произошедшего. Ещё не утихли шокированные возгласы публики, а он уже пытливо смотрел через взметнувшееся снежное пламя на свою молодую жену. Взбесившуюся ярость внутри, словно котёнка, успокоил ошарашенный вид девушки. для неё произошедшее тоже оказалось сюрпризом. Рокаэль послал снежному пламени самые горячие пожелания, и оно взметнулось вверх, расползлось по потолку и перекинулось на стены лазурными лепестками огня. Печать на руке мужчины жгла клеймом злой шутки судьбы. В момент, когда новоявленной молодой паре пришлось встретиться, озноб крупной дрожью бил тело Оливии. Сама того, не замечая, она докрасна расчесала кожу на месте печати, пытаясь стереть символ брака себя. Даже если ты сдерёшь кожу до мяса, это ничего не изменит. После секундной паузы Рокаэль спас руку девушки и вывел заледеневшую жену из зала. О, нет, он и не думал о танцах, он совсем о них забыл. Он планировал поговорить с девушкой и сразу прояснить природу их временного брака. Бесспорно, это немного отразится на её репутации, но время есть время. Её красота и высокое положение быстро сотрёт воспоминания из голов поклонников. Год, всего лишь год, надо потерпеть, и всё снова станет как прежде. И Рокаэль больше никогда не вляпается в паутину чувств. Это он себе пообещал точно. Величественная арка была пройдена, и до спасительной ниши в сад оставалось каких-то десять метров, когда зал наполнила музыка первого танца жениха и невесты. Танца избранных, демоны его разбери. И случилось так, что они вышли первыми из зала снежного огня. Это был не его день, да он танцевал век назад. Но соединённый волшебным пламенем пары стали по одной выходить из зала, а следом, как брызги из горлышка шампанского, выплеснулись все гости. Публика замерла в ожидании, а тактичный кашель со стороны Сандара стал сигналом к действию. Первый шаг со скрипом суставов, второй силой всех мышц, ну а третий был в паре с разворотом, Иракоэль закружил Оливию в танце. Словно пласт горной породы, она нехотя поддалась движениям партнёра и подняла на него голубые глаза. Прекрасно! Она в таком же восторге, что и он. Немного расслабившись, он криво улыбнулся новоявленной супруге и сделал то, что никогда в жизни не делал, крутанул девушку вокруг своей оси и наклонил до полу в танце и загнув её тонкую спину. Солнечные волосы Оливии разметались по полу, голубые глаза сверкали, а губы открылись в придыхании. Персиковый румянец проступил на щеках. Иракоэль подумал, что сегодня ему определённо нравится рушить стереотипы. Если уж сегодня всё катится в бездну, так пусть и этот бредовый танец будет таким, как хочется ему, а после он поговорит с Оливией и всё вернётся на круги своя. Давно разученные танцевальные па летели в пропасть, но девушке был по вкусу этот маленький бунт. Сегодня все её чувства рассыпали в пыль, смешались с грязью. Она чувствовала себя обманутой, преданной и оскорблённой, и только наставник сегодня поддержал её и не дал потерять лицо. Впрочем, как и всегда. Он никогда не оставлял её в беде, и она была уверена, что и сейчас рефлексы сыграли вперёд него. Сильная рука держала её за спину, а ладошка девушки тонула в другой его руке. Оливия не задумывалась о танце, о том, куда поставить ногу или в какую сторону повернуть. Она отдалась его воле, и её тело отзывалось на малейшее движение партнёра. Рокаэль вёл, и их пара, как ядовитая змея, извивалась по залу, разгоняя своей стремительностью других. Боль, словно яд, перетекала внутри них, постепенно растворяясь в крови. Оливия не переживала за свой новый статус. Уверенная в ошибке снежного пламени, она надеялась на помощь отца и поддержку Рокаэля. Они обязательно придумают, как выбраться из этих брачных пут, и она больше никогда не встанет в круг избранных, по крайней мере, в обозримом будущем. Резкий разворот, и она взлетает вверх, выпорхнув, как птица, из своих мыслей в реальность. Не успев испугаться, она вновь оказывается в крепких руках наставника, и вновь ее ноги вторят его в танце. Не грусти, Лив, шепну ей в ухо Рокаэль, это все мелочи. Разберемся. И вместе с его словами в тело проникла уверенность, что так и будет. Она забудет Маркеля, сотрет из памяти березу его глаз и заживет новой жизнью, жизнью, где огненному лорду нет места. Огненный дракон со своей брюнеткой, как назойливая муха, кружил рядом. Прожигая взглядом, он пытался что-то сказать глазами, но Оливия отворачивалась, как только замечала его. Уж лучше уткнуться наставнику в грудь и не видеть ничего перед собой, чем смотреть в глаза этому предателю. Забудь о нем, как я забыл о ней, твердо сказал Ракаэль, поймав взгляд девушки. Не трать ни минуты на мысли о нем, и ты сама заметишь, каким незначительным он стал. Благодарно улыбнувшись мужчине, она сжала его плечо. Девушка подумала, что он поймет этот маленький жест поддержки. Оливия его не жалела, она сопереживала. Зеркально чувствуя все прелести измены, она долго смотрела в темно-зеленые глаза Ракаэля. И вы не забудьте о своих словах, наставник, сказала она, не открывая глаз. Когда среди танцующих остались только они? Когда ветер унес в открытые окна последнюю ноту? девушка не знала. Поклонившись, как полагает обычай, Сандару и Элизабет, Оливия с Ракаэлем, объединенной одним желанием обсудить случившееся, ловко просочились сквозь толпу, как вода сквозь камни. Сквозь легкий занавес, отделяющий зал от веранды, были видны лишь силуэты мужчины и женщины. Им предстоял серьезный разговор, и лишним ушам здесь не было места. Мраморная балюстрада горным хребтом тянулась на всем протяжении веранды. Прикоснувшись к поверхности камня, Оливия не ощущала холода, зато прекрасно мужчину за своей спиной. Замок, как и множество стен обитания снежных драконов, находился в долине, одной стороной уходя уходя в гору. Но замок Лив был особенный. Только в нем, единственном в долине, горело снежное пламя, наполняя силой драконов и даря магию своим детям. Это был несомненный плюс. Но и минусы тоже были. Гости в замке не иссякали никогда. Семьи снежных драконов долины стремились напитаться магией, вновь и вновь прося допустить их к волшебному огню. Кто-то считал его артефактом, кто-то магией в чистом виде, а кто-то проводником между создателем и снежными драконами. Как было на самом деле, уже никто не скажет. Множество легенд противоречат друг другу, поэтому каждый верит в то, что ближе и понятней для него. Оливия верила, что у снежного пламени есть душа. Пустить или не пустить в зал пришедших с просьбой о пополнении силы драконов решал сам огонь. Ей везло. Снежное пламя всегда пускало девушку к себе. Еще маленькая она часы играла с его языками и искрами, пока родители занимались своими делами. Няня не могли усмотреть за шустрой девочкой и сбивались с ног в поисках пропажи. Уже уже после они поняли где пропадает маленькая драконица и терпеливо ждали по дверям из зала. Пламя не пускало их, позволяя девочке самой решать, когда завершить их общение. И теперь Оливия была уверена. Снежное пламя все исправит и снимет печати. Лив, наш брак фикция. Вечерний ветер подхватил голос Ракаэля и унес в сад. Вдали в лучах заходящего солнца блестело лиловое озеро. Сейчас оно казалось практически черным, серебристыми прожилками и серыми тенями гор. Конечно, с готовностью подтвердила девушка, оборачиваясь к наставнику. Его черные, коротко постриженные волосы практически не трогал ветер. Я уже думала обратиться к отцу и ей сказать об ошибке. Мужчина внимательно следил за девушкой, про себя охваляя ее за внутреннюю силу. Все-таки он вырастил хорошего воина и отличного человека. Не моргнув глазом, она с готовностью согласилась с его словами и сейчас доверчиво смотрела ему в глаза. Лив, а ты не знаешь, почему так произошло? Вопрос, который, словно жужжащий шмель сидел внутри него, вырвался наружу. Девушка мгновенно опустила взгляд, гипнотизируя его застежки на камзоле и закусила губу. Приподняв пальцем ее подбородок, Рокаэль окончательно убедился, без участия Оливии не обошлось. «Но как?» Облизнув сухие губы, девушка призналась. «Я не хотела», шепотом начала она. «Вы мне подмигнули, и я удивилась, вслух шепнув ваше имя». И все, не поверил наставник. Из-за такой мелочи снежное пламя вряд ли привело ритуал выбора в силу. И все, подтвердила девушка уже смелее. «Я подозреваю, что все произошло из-за того, что я не сказала пламени о своем первоначальном выборе, как и положено при входе в круг». Рокаэль замер, вспомнив, что и сам не шепнул имя. Он настолько был ошарашен двуличным поведением Бриджит прямо перед самым выбором, что вошел в круг только из желания прояснить все для себя. Если бы она шепнула его имя, увидев вошедшим в круг вслед за ней, он бы ее оправдал в своих глазах, списал бы все на провокацию, но дело было куда хуже, как оказалось. Удивленно, глядя в глаза Оливии, он понял, что в их браке не стоит винить только девушку. Снежное пламя своенравно и вполне могло отомстить ему за непочтение. Снежное Снежное Снежное